Приветствую вас и я думаю, что эксперты, которые ответили вам на вопросы, ответили вам на ваш самый главный запрос, все, как один, утверждают, что вам нужно принимать решение самостоятельно. Я внимательно прочитал ваш вопрос и могу сказать, что, так же, как и они, мне бы не хотелось давать вам какой-то конкретный совет. То есть, посмотрите, если я скажу вам, допустим, чтобы вы уходили к любовнику, то вы мне скажете, но я боюсь, я боюсь, что он поступит так же со мной, я боюсь, что он меня бросит, я боюсь, что я уйду. Все, я уйду к нему, да, и в итоге останутся ни с чем, ведь у меня уже два ребенка. Вы будете в этом отношении правы. Если я вам скажу, если бы вы остались со своим мужем, то вы скажете мне, но у нас с ним постоянная ругань, у нас с ним нет отношения, я его не люблю, и он меня вроде бы как тоже не любит, при этом он меня бьет, он несколько раз поднимал на меня руку, и я пытался от него уйти, но он всегда возвращался. И тогда данный вопрос будет крутиться по кругу. Мы этого не хотим. Мы хотели бы решить ваши проблемы. Поэтому давайте разобьем ваш текст на нескольких ключевых элементах. Ключевые элементы, которые, ну, вообще, гласа, помогут вам лучше понять, чего вы хотите. Помогут вам лучше осознать ситуацию, лучше воспринимать ее, лучше видеть ее. И это поможет вам принять решение самой, вам. Потому что мы не можем взваливать ответственность на себя за вашу жизнь. Это было бы неправильно. Итак, какие же это элементы? Первый элемент это отношения с мамой, вашей мамой. Второй элемент это отношения с мужем. И третий элемент это отношения с любовником. У вас отношения с мамой уделено очень мало времени. То есть вы буквально вскользь пишете о том, что у вас с мамой были постоянные ссоры, постоянный контроль. Не могли бы с ней жить. И отчасти поэтому вы, ну, да, стали жить вместе с мужем. То есть муж, вы откровенно признаете, что мужа не любили, а только лишь привязались к нему. Муж для вас был своего рода средством. Так вот, вопрос, который у меня к вам есть, вопрос, который мне кажется очень важным, заключается в том, А почему у вас с мамой такие отношения? Я понимаю, что, ну, вы постоянно с ней ссорились, что у нее был к вам тотальный контроль. Но насколько осознанно на данный момент, в данный момент времени, когда у вас уже появились свои дети, Насколько осознанно вы относитесь к своей маме? Насколько вы ее понимаете? Хорошо ли вы ее понимаете? Если, да, если предположить, что вы свою маму воспринимаете хорошо, То нужно сказать главное, Что отношения с вашей мамой являются изначальной точкой отсчета, Которая привела вас к тому, что вы сейчас с вами происходит. Вы находились под ее давлением, И не совсем верно, не совсем правильно это давление вы воспринимали. Вам было тяжело, вы хотели от него освободиться. Но проблема в том, что ваша мама, она привила вам определенную модель поведения. Она привила вам, ну, если не островедное подчинение, Вас ведь нельзя назвать, знаете, таком, таким ярко выраженным подчиняющимся человекам. Вы, скорее, постоянно боретесь. То есть у вас вот постоянная борьба. У вас была с мамой постоянная борьба, Потом с мужем постоянная борьба, получается. И, собственно, с любовником тоже у вас постоянная борьба. То есть что есть постоянная борьба? Постоянная борьба – это постоянный процесс решения каких-то конфликтов, но не до конца. То есть вы, вероятно, не до конца понимаете свою маму, Почему она так себя с вами вообще договора ведет. А вы не до конца понимаете, почему она реагирует так на вас и так далее. И это приводит к тому, что вы делаете неверные выводы, исходя из ее поведения. И эти неверные выводы приводят к определенному поведению уже вашему. И это ваше поведение, будучи продиктованы неверными выводами, Приводит к неверным последствиям уже для вас. Ну и так далее. Отношение с вашей мамой требует детальной проработки. Потому что вполне вероятно, что именно она, ваша мама, Поспособствовала тому, как вы воспринимаете мужчин вообще. То есть если ваша мама, а судя по тому, что вы написали про тотальный контроль, Она может быть властным человеком, может быть авторитарным человеком и так далее. Так вот, судя по тому, что вы написали, Ваша мама сама относится к мужчинам достаточно потребительски. То есть вполне вероятно, используют и их, или его, если у вас один мужчина, Если, точнее, у нее один мужчина, ваш отец. Используют его как в качестве средства. И здесь важный момент. Вы как общались со сом, какие у вас отношения, И как у вас проявляется эмоциональный фон по отношению к отцу. Потому что, если вам, мужчины, мужчины не хватало в детстве, Если вам не хватало отечественной любви, отечественной работы, То вы вполне вероятно могли начать ее искать именно в отношениях со своим мужем. Если это так, то нужно разбирать тогда и ваши отношения с отцом, Чтобы отделить одно от другого, Чтобы это не смешно, Если вдруг в своем музе вы видите отца. Почему я так сказал? Почему я сказал, что вы можете видеть в своем музе отца? Потому что вы очень много раз с него уходили, сюда возвращали. Вот он вас ударил, Вы уже все день, когда вы уходили, готовы были его простить. Но не позволяя разуму. Почему вы готовы прощать мужчине рукоприкладство? Почему вы готовы терпеть его постоянное оскорбление, придирки, неуважение к вам? Ради чего? Ради стабильности? Может быть. Может быть. Но я думаю, лично, что здесь что-то более глубокое. И лично мне кажется, что этим более глубоким и является, по сути, то, что не восполненное с отцом, что у вас было. И, возможно, то, что с мамой у вас недопонимание, это что-то на это влияет. Но вы, тем не менее, про маму говорите очень мало. Тем не менее, если вы на нее обещаетесь, если вы с ней не ладите, то вот этот момент нужно гармонизировать. Потому что, ну, мама, она одна. В любом случае, мама, она одна. И, да, вы можете ее любить, вы можете с ней не быть друзьями, но понимать ее, реагировав на нее правильно. То есть, я имею в виду, правильно здесь, в каком смысле, правильно. Правильно я имею в виду, адекватно с пониманием, с жалостью, с акцентом на то, что у человека может быть свое видение, свое видение ситуации, свои какие-то моменты, да. И это то, чего у вас, наверное, нет на данный момент. Это то, чего у вас не хватает по отношению к маме. Вы себя ей, как бы, противопоставляете. Этот момент, он мешает вам адекватно воспринимать ситуацию, связанную с ней. И, соответственно, толкает вас на то, чтобы совершать неправильные действия. Дальше, дальше, теперь по поводу того, что вы взаимодействуете с вашим мужем. Момент здесь заключается вот все. Ваш муж изначально, видимо, чувствовал, что вы его не любите. Он знал о том, что вы относитесь к нему, ну, мягко говоря, негативно. И подобное негативное отношение к нему изначально, изначально, да, подобное изначальное отношение к нему. Оно, вот это изначальное отношение не позволяло ему воспринимать вас, как, ну, полноценную язычку вашему мужу. Он воспринимал вас, как человека, который с ним ситуационный, которого он чем-то к себе привязал. Может быть, он понимал, что вам нужна его помощь. Момент в этом понимал, что вы не имеете другого выбора, кроме как быть с ним. Но, тем не менее, он не мог не чувствовать, что вы его не любите. Да, привязанность там какая-то есть, безусловно, но мужчина это тоже ощущает, ощущает, как женщина к нему относится. И он понимал, что, в общем-то, вы с ним до тех пор, пока он вам нужен. И он, это ваш муж, он относился к вам соответствующим. То есть, вначале это была попытка как-то вас к себе привязать, да, потом это было разочарование в этом. Разочарование в том, что у него все-таки получится, отсюда компьютерные игры и прочее. Потом у него дела пошли в гору, он поверил в себя. И вот тут на первый план вышло то, что, можно сказать, было, наверное, в нем всегда. Это его такой, знаете, эгоцентризм. Это такой его немножечко авторитарный, эгоистичный подход к вам. Он обусловлен тем, что вы, изначально, к своим мужчинам, наверное, относились так, например, на то, что вы делали какие-то вещи, и вопрям на то, что вы старались для него делать все, что в ваших силах, все равно мужчина считает, что вы должны ему больше. И переубедить его в этом, в США, у вас нет никакой возможности вообще. То есть, стать ему какой-то вот полноправной, равноценной женой, равноценной супругой, партнером, у вас шансов нет. И это нужно понять. Да, он дает вам стабильность, да, он дает вам, значит, он дает вам там все, что нужно, но при этом, при этом вы не понимаете, что такое отношение, когда мужчина не уважает ни за ни за женщин, оно очень сильно бьет по вашему самолюбию, по вашей гордости, по вашей самооценке, оно принижает вас. И вы, в принципе, я уверен, достойны большего. Но вас что-то держит, держит именно смутер. Мы сейчас не говорим про то, что у вас любовник. Мы сейчас говорим именно о том, что вы, вот знаете как, вы хотите, не секундный, да, не побыв в одиночестве, да, без мужчин вообще, вы хотите сразу для себя выбрать, кто вам нужен. И вот здесь очень важный момент. Мужчина привлек вас, и вначале ваш муж привлек вас, значит, стабильностью и серьезностью. Вот это то, что вам было в нем нужно. Вы это от него получали, также уверенность в датах семьи. Все это у вас больше было. Но, как оказалось, для исчезтия, для внутренней гармонии, этого мало. С сожалению. И этот момент, собственно, мало для внутренней гармонии, он оказался для вас включенным. То есть, если бы вам, вот этого, того, что вам давал, давал ваш муж, было бы достаточным, вы бы, знаете, не стали бы заводить себе любовника одного-второго. Вы бы просто были бы смутер. И все, что он вам делал плохого, вы бы терпели. Терпели совершенно, как бы так сказать, неестественно. И говоря естественно, я имею в виду здесь именно органично. То есть, ну, бьет, да, ну, удар, оно для меня задержит. Так мы бы думаем. Если вам это действительно было нужно. Но проблема в том, что вам нужно еще и другое. Вам нужно еще любить и быть любимым, как и любому человеку, как и любую женщину, в принципе. Но, для этого, для того, чтобы так было, нужно все-таки, во-первых, понять, для чего он человек. Вот пока у меня есть ощущение, что своего мужа вы воспринимаете как источник определенных благ для себя. И любовника вы воспринимаете только как источника определенных благ для себя. Вы говорите, я не хочу любовника ни с кем делить. Я все время хочу быть. Я уже не маленькая девочка, чтобы себе сейчас там скрыть. Но я хочу, чтобы все было честно. Это хороший посыл. Хорошо, что вы стараетесь, и стараетесь, и стараетесь быть честными. Но вы не сможете угодить всем людям. Вы не сможете для всех быть хорошими. Кому-то придется обидеть. И чем-то придется пожертвовать. Это другое, что вам нужно понять. Чем-то придется пожертвовать. Либо вы жертвуете уверенностью в допросном дне, стабильностью и серьезностью ради душевного, сердечного счастья и гармонии с мужчиной, который, в принципе, очень много лет вас, как я понял, больше пяти, там, семь лет вы писали, который вас любит, который имеет к вам чувство, который вас ждет, который, так же, как вы, не любит, не любит свою супругу, да? Ну вот, вы можете это выбрать. Но, в каком случае, в каком варианте вы можете это сделать? Сделать вы можете это только в том случае, если любовника вам хочет делать счастливым. Безусловно. Если вы будете хотеть, если вы хотите делать его счастливым, вообще, вот, абсолютно без обязательной обратной связи. То есть вам важно, чтобы этот человек был счастливым. Вам важно делать его счастливым. Вам важно быть с ним рядом. И вам важно, чтобы он был с вами счастливым. Если вы не стремитесь, не ожидаете от него чего-то получать, если вам не важно, что он будет вам давать, вам важно быть с ним, и вы хотите ему только отдавать, но при этом без обязательного получения чего-то за место, то есть без наличия условий. Тогда можно уходить к любовнику. С ним вы будете счастливым. Но если у вас к нему такое же отношение, как и к мужу, то, к сожалению, здесь такой момент не оправдан. Потому что с любовника в этом случае вы будете сравнивать с мужем. И любовник от слова любовь, это человек, которого вы любите. Мужь, это человек, с которым вы живете. И жить с человеком, любить его, это, как вы, наверное, сами, как никто другой, знаете, не одно и то же. Это абсолютно разные вещи. Так вот. Что вам важнее? Любовь, то есть душевное единение, душевная и сердечная шерсть. И ради него, да, можно и нужно рискнуть. Как вот вы говорите, что вы боитесь, там, что любовник от вас идет, и так далее. Это риск. Да, да. Ради него нужно, можно и нужно рискнуть. Ради личного счастья, ради душевного счастья, ради эмоционального, так сказать, единения с человеком, всегда приходится рисковать. Потому что мы никогда не знаем, чем обернутся любые отношения, даже самые лучшие, даже самые, там, предсказуемые и так далее. Потому что человек может проявить себя совершенно неосветанно. Но, посмотрите вот на что. Вы пишите, что вот у вас был мужчина, ваш муж, мужчина, да, вы познакомились, когда мы были молодые, у вас не было до него серьезных романов, очень хотелось вам роман, а он привлек вам, вас, мои сестры, серьезные. То есть, по сути, у вас не было никакого риска. Вообще никакого риска у вас не было. Вы не рисковали, вы не бросались в омут. Вы не ставили, так сказать, все на кон, именно со своей точки зрения. Это значит, что вы, как бы не, ну вот, не рискуя, вы и не имели, как таковые, полноценные отношения с мужчиной. То есть, полноценные отношения с мужчиной, я имею в виду здесь духовную составляющую. Для духовной составляющей требуется риск. Требуется, так сказать, прыщок вверх. Это такое алкогическое выражение, когда человек бросается в неизвертную. То он не знает, что его ждет, но он рад ли того, чтобы быть с любимым, это делает. Ходите вы ли этого? Готовы ли вы к этому? Это решать вам. А снова можно сказать точно, что ваш любовник, как мужчина, он себя показал, он себя проявил. Он дал вам понять, что он вас любит, в принципе, ждет. Но той стабильности, той уверенности с ним на материальном факторе, на материальной основе, с точки зрения обеспечения, возможно, уже не будет. И, возможно, вам придется самой что-то делать, возможно, вам придется самой как-то заботиться о своем материальном состоянии, обеспечивать себя более, так сказать, интенсивно, более активно, да. И вот этот момент нельзя тоже забываться. Если вы хотите воспитывать детей, если вы хотите, чтобы у этих детей было все, то, конечно же, остаться с нужным решением правильного. Но, как вы думаете, вот ваши дети будут счастливы, если с ними будет несчастная мать? Думаю, вряд ли. А с мужем вы не будете счастливы, потому что у вас там постоянные скандалы, ругань, муж придирается к вам и так далее. Почему мужчина к вам придирается? Потому что он понимает, что вы к нему привязаны. И он понимает, что может к вам и висеть, как хочет. Он уже давным-давно не боится вас спирять. Он уже давным-давно понимает, что вы просто укрепились к нему, и все. И вы никуда, никуда от него не денетесь. Варанцы. Мужчина, который так думает, к сожалению, по большому счету, если у него нет высоких монарных ценностей, никогда своей женщине ничего хорошего и положительного не принесет. Нормальные отношения и нормальные чувства возможны тогда, когда они находятся в развитии. Развитие возможно есть тогда, когда есть движение. Движение в отношениях – это возможность, это вариативность этих отношений. И вариативность, в первую очередь, для людей, как бы, негативная и пессивная. Возможность негативного и позитивного исхода определенного периода отношений. Скажем так, то есть, мужчина допускает, что вы можете от него уйти. Допускает реально, осознанно допускает, что вы можете от него уйти. Вы не допускаете, что мужчина от вас тоже может уйти. Вот это и есть движение в отношениях. Это и есть жизнь, и есть стимул для развития, для постоянного прогресса, для постоянного роста взаимоотношений. Когда люди боятся потерять друг друга, стремятся к тому, чтобы быть друг для друга лучше. В вашем случае с мужем ничего такого не происходит, потому что и вы в нем уверены, вы знаете, что он никуда от вас не денется, он не пьет, ни курит, да? И он знает, что вы от него никуда не денетесь. Но проблема заключается в том, что он уважает вас не настолько, чтобы относиться к вам по-человечески, чтобы не бить вас, не скандалить с вами и так далее. Он считает, что вы его просто, вы его содержанка. То есть, вы не имеете никакого права голоса, вы полностью находитесь на его подпишении, и ни на что не имеете права. Если вам это не нравится, если вам это не нравится, но это один вопрос. Если вам это не нравится, это понятно. Это не может кому-то никому нравится, в принципе, да? Но вы не привыкли жить, как бы вот, ну, как я понял, вы не привыкли жить в одиночестве. То есть, вы не привыкли обеспечивать сам себя полностью. Да, вы пишете, что работаете, но тут момент как бы непонятный. То есть, можете вы себя обеспечивать, не можете себя обеспечить. Я не очень понял вашего письма. Прошу прощения, если вы об этом написали, я этого не увидел, но вы говорили о том, что мужчины вас содержат. Это вот очевидно из того текста, который вы написали. И также очевидно, что вы жили со своей мамой, потом начали жить с мужчиной, с вашим мужем. И, как бы, отношения с вашей мамой спривоцировали то, что вы стали жить с мужем. А одна, в одиночестве, вы не жили. Независимой от кого-либо вы не были. Вы сперва были зависимы от мамы, получается, потом были зависимы от своего мужа. Теперь вы хотите уйти к любовнику от мужа. Вы знаете, уходить или нет, решать вам, то есть уходить к любовнику, решать вам. А вот то, что оставаться с мужем нельзя, это факт. Потому что мужчина явно преследует цель, чтобы вас сломать, чтобы полностью вас подмять под себя, подчинить полностью, чтобы вы, не дай бог, не вздумали уйти от него, не вздумали там еще что-то, чтобы вы просто были для него прислугой. Вот к чему стремится ваш муж сейчас. Оперировать теми фактами, что он вас подъявит, что он для вас все делает и так далее. Да, там приложили руку, конечно же, и родители ваши, и я это понимаю хорошо, но тем не менее, мужчина к этому стремится. И вот этот момент однозначно нельзя оставлять без внимания. Дело в том, что вам нужно для того, чтобы быть счастливым, а это именно то, что вы хотите быть счастливым, вам нужно уйти от мужа, но не уходить к любовнику на самом деле. Почему нельзя оставаться с мужем? Потому что он вас бьет. Потому что, если мужчина поднял руку один раз, второй, третий, он будет поднимать ее еще. Потому что мужчина, который поднял руку на свою женщину, не уважает ни ее, ни себя. А если мужчина не уважает себя, он не сможет принести ничего хорошего, ни вам, ни детям. И это нужно четко понять. Мужчина, который поднял руку на свою женщину, и не один раз, это как с убийством. Человек убил, перешел границу. Он перешел границу. Определенно, да? Он, так сказать, убил себя сам. Вот и мужчина, да. Ударил свою женщину, уничтожил, он уничтожил в себе самое дорогое, что есть. Умение любить, уважение, так, понимание, и так далее. Так с мужчиной жить уже нельзя. Класс. Ну и уходить к любовнику, значит, быть зависимым от всего. Значит, повторять все то, что вы имели со своей мамой, с мужем, и так далее. еще раз, уже в третий раз. Не думаю, что это хорошо. Отношения нужно строить на основе равноправных, полноценных, партнерских взаимодействий. Вы не сможете этого сделать до тех пор, пока будете зависимы от людей. Разве вы были зависимы от мамы, теперь вы зависимы от мужа, хотите быть зависимы от любовника. Ну, может быть, вы не хотите от него быть зависимы, но что-то мне подсказывает, что если вы уйдете именно от мужа к нему, то вы дальше будете от него зависимы. А вот это неправильно. Это, я уже говорил, генерирует сравнение. Что это значит? Сравнение. Вы будете сравнивать любовника с мужем именно в бытовых вопросах. Именно в вопросах жизни. И в этих вопросах любовник, скорее всего, будет проигрывать, потому что с мужем у вас все уже налажено. А с любовником только, знаете, такая духовная, сердечная связь. Скорее всего, любовник будет проигрывать. И в этом ключе вам получится, что вы останетесь в разбитом коры. Потому что вы ушли от мужа, муж и вас вряд ли примет обратно после такого поступка. Ну, может быть, и примет, но это и риски, и риск достаточно сильный, и нельзя надеяться, что мужчина вас простит. Вот. А с любовником вы тоже не будете счастливы. Поэтому рекомендую вам, убедительно рекомендую вам, вы молодая, вам всего лишь 30, 31 год, вы молодая, сильная девочка, значит, а я вам очень рекомендую спасить от него. Постараться самой получить все то, что вы хотели получить от мужа, своего мужа. Стабильность, уверенно, завтра с ним нет, чтобы вы могли сами себя обеспечить, чтобы вы могли сами отдать себе все то на материальном уровне, на бытовом уровне, что вам нужно. Чтобы вы не нуждались в ком-либо с позиции наставника, с позиции опекуна, с позиции там поддержки и так далее. Чтобы вы сами были самодостаточным человеком, способным обеспечить себя и своих детей. И вот уже тогда, будучи сильно независимы и обеспечены, вы можете встречаться с любовником, но не как возможно независимый от него человек, а как независимый, полноправный, встречающийся с кем-либо, с мужчинами, в любом случае, встречающийся с мужчинами в результате акта свободной воли. То есть вы, будучи свободным, независимым человеком, решили обратить внимание на другого человека, решили с ним сблизиться, но не ради того, чтобы что-то от него получить, а ради того, чтобы побыть с ним вместо, чтобы дать ему что-то. Я думаю, что вот эта проблема, проблема того, что вы не совсем даете мужчинам то, что нужно мужчине, то ему мужу подать, тоже есть. Вначале вы пишете, что вы его не любили, но вам очень нравилось, что он любит вас, а потом вы к нему привязались. Мужина ведь чувствовал, я уже об этом говорил, что вы его не любите. И это значит, что вы не давали ему того, что у него осталась неудовлетворенность вашей отдачей. И поэтому все время от вас требует чего-то. Поэтому все время хочется быть больше и больше. неудовлетворенность у него была неудовлетворенность. Да, сам эгоизм, да, там, агентризм, это все как бы ясно, и авторитаризм, и все, это определенно понятно, у человека эти черты характера не были. Но в этот момент он не не отписывается счетом. Неудовлетворенность. И чтобы не повторить такого, вам нужно самой быть готовым человеку что-то давать. Но давать, будучи независимым. Давать, будучи способным обеспечить себя самостоятельно, будучи свободным. Только свободный независимый человек может сделать другого человека счастливым. вы сейчас свободный не являетесь. И вряд ли можно сказать, что вы независимы сейчас, на данный момент. Поэтому уходить любовнику в этой ситуации бесполерно. Это будет еще один муж. Только муж это будет знаешь какой? У него более худшая версия вашему мужу. Там вы будете его с радостью. Итак, давайте немножечко суммируем все то, что было сказано. Во-первых, вам нужно проработать отношения с своей мамой, чтобы понять, кто для вас вообще мужчина. Чтобы вам избавиться от обид на нее и убрать некоторые элементы реакционного поведения именно идущего в отношении с матерью. Реакционное поведение означает поведение как реакция на отношения другого человека. То есть ваша мама вас постоянно контролировала, вы мечтали вырваться от нее и вы вырвались с музе. Но музе вы использовали здесь как палочку в ручалочку. Поэтому отношений гармоничных с вами не вышло. Мужчина устал для вас чем-то вроде второй мамы. так, где вас постоянно подогревает, так, где вас пытаются подчинить, дальше пытаются вас контролировать. Все почему? Потому что вы не осознали первоначальной зависимости, не осознали первоначальных порочных отношений с вашей мамой. И повторяете их, повторяете свою позицию уже смутно. На другой в общем-то плоскости, но от той же самой стратегии. От этого тоже нужно избавляться. Далее избавление от зависимости и приход к определенной гармонии с собой, приход к самодостаточности, приход к возможности обеспечить себя саму всем необходимым, поможет вам ну, в общем-то, сделать правильный выбор. То есть однозначно уйти от смутин, кому-то он вас бьет и относится к вам очень плохо. А вот решать, быть вам с любовником или нет, стоит только для того, как вы обретете уверенность в себе и способность себе обеспечить, способность быть свободным. Вот только тогда уже имея возможность свободно выбирать и свободно решать, вы и дадите себе ответ. Стоит ли любовник того, чтобы быть с вами или вы может поищите другого мужчину, который вам больше будет подышать. Пожалуй, на этом можно закончить. Получилось довольно прилично. Я старался раскрыть все детали. Я старался максимально ответить на ваш вопрос. Надеюсь, вам это будет полезно. Надеюсь, вам это поможет. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, задавайте их в личку. Я буду рад ответить. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и принятия верного решения.